Друзья, я рад вас приветствовать на втором дне седьмого этапа чемпионата Краснодарского края по трофе спринту. Для вас прошла неделя с первого выпуска, а для меня всего лишь ночь, поэтому я немножко такой помятый, уставший по этому, что вчера набегались мы операторы конкретно. Напомню, вы на канале СКРД, с вами Константин и сейчас я вам покажу сегодняшний техпарк. А вы, раз уж смотрите этот видос, поставьте лайк, подпишитесь, проверьте подписку, вдруг у вас слетело. Такое бывает с Ютубом. И если вы смотрите не только на Ютубе, вот попали в Ютуб и еще в ВК видео, потому что видео дублируется и там, и там. Итак, участники отправляются, все три сегодняшние категории туризм, спорт и экстрим отправляются на обход трассы. Трасса длинная, больше четырех с половиной километров, поэтому вернутся они примерно через час. Ну, ориентировочно. Поэтому есть время посмотреть автомобили. Итак, сегодня много новых, много интересных будет изменений, поэтому давайте. Это у нас получается УАЗ из Осетии. Несколько раз видел его видео на СКФО, Черкест. Не Васила. Правильно. Вот, собственно, его автомобиль. Едет мощно, диски красивые. В общем, все четко. Шилка. Вчера были проблемы с аккумулятором, с электрикой. Заняли они, по-моему, какое-то призовое место. По-моему, третье. Сделали два круга и сегодня едут в туризм. Автомобиль Панамера. Вчера не стартовал. Оказывается, были проблемы со сцеплением. Даже не смогли выехать на стартовый створ и поэтому сегодня починились за ночь и едут в туризм. Итак, впервые на чемпионате края у нас приехал астраханский экипаж. Эту автомобиль знают многие по ЮФО еще, СКФО, как краб. Сейчас это поменялся экипаж. Как видите, наклеечка от перчика. В общем, автомобиль теперь будет иметь название Ангел. Здесь V8 мотор. Полностью, ну, разработанное, так сказать, шасси, мосты. Все это самодельное. Это все собиралось в Астрахани. На тракторной резине. Посмотрим сегодня, как поедет. Очень интересно. Категория экстрима. Так, еще один новый автомобиль, собранный в Чечне. Пилот здесь Коляга младший, то есть это сын Александра. Здесь V8, 2УЗ, патрол мосты. Вся на фолинках, на хорошей подвеске. Облегченная, порезанная. Это Паджеро в целом кузов. Тоже первый выезд сегодня. Дебютная гонка. Малыш из Адыгеи. Мальборо. Не знаю, едут или нет, или просто в техпарке стоят, но вчера у них был сход прямо на первом круге. Годзилла. Удобно эти все мы экипажи знаем. Вот Димона не видели в этом сезоне. Местный тоже экипаж из Васильевского Пумба. 409 мотор, развернутые диски. Вот на такой вот... Как же ж она называется, вспомнить эту резину Аселера. Вот, нарезал ее, чтобы чуть полегче была. Тоже интересный Василий. Не раз участвовал, не раз побеждал. Легкая Нива. Это 33 на 9,5 на 16 диске Сильвера. Вот такие вот маленькие, тоже нарезанные. Ну, Вася с этой машины на Т. Они много раз были на тумбочке. Окунь. Кузов АК. В60 Ниссана. Рама, по-моему, Газель. Или у вас? Военные мосты. Цесты. Колеса. Еще один осетинский экипаж. Тоже постоянный участник наших соревнований. Парни едут. Иногда бывают технические моменты у них, проблемки. Иногда едут хорошо. Но это гонка, поэтому нормально. Ахма. Из КБР. Тоже на злой резине. Всегда интересно, как едет. Как помните, в Медведовской он в первой категории перевернулся. Очень долго лежал на Баку. Потом реанимировали и поехали, по-моему, в экстрим они. Но там особо никаких призов не заняли. И сегодняшнее еще одно интересное такое явление. Автомобиль Феникс. Но поедет на нем Нургали. В категорию туризм. Поменяли колеса. Поставили полноценные 33 Сильвера. И будут теперь выступать. Ну и прежде чем дадут старты, я вам рекомендую пройти ниже. Там под видео все ссылки в описании. Подписаться на ВК, Телеграм, где выходят все новости. Нильзаграм. Там тоже много интересного контента выходит. И написать комментарий. Кто просмотрел первую часть, если не посмотрите, обязательно посмотрите. Там много всего было интересного. И напишите в этом видео свои впечатления. Понравилось, не понравилось. Чтобы вы изменили. И что бы вы, может, еще хотели видеть в моих видео. То есть интервью с участниками. Там обзоры. Какие-то подробные машины. Потому что на самом деле не все пилоты хотят открывать капот. Но я думаю, мы сможем договориться. В целом-то подготовка у всех и так известная. То есть и так все рассказываю. В общем, у нас прекрасная погода. Солнышко. Конец октября. Погнали на старт. Категория туризм. Открывает экипаж. Удобная. Шеви-Нива. Сегодня у нас 11 экипажей. Видите, закусила ребёдочка. Пошло. Быстро-быстро выезжают. Меньше минуты заняло у них это препятствие. Трасса сложная. Вчера Умка за полтора часа сделал всего 4 круга. И это прям в христии. Вторым подъезжает у нас экипаж Малыш на злой резине, как у Ахмата. Понравилась резина. В этом чемпионате она допускается. Экипаж из Майкопа. Адыгея. А грунта не работает. Получается здесь песок с глиной. Это всё намывной такой берег. И зацепа не хватает. Нет. Сам бы не выехал. Задняя не работает. Шума. Задняя не работает. Экипаж Панамера. Костя с Мишей. Вчера у них. Хорошо. Хорошо. Морду закинул. Уже хорошо. Двигатель не в воде. Поменяли за ночь сцепление. Всё нормально. Новый трос. Целинский якорь. Не работает якорь почему-то у УАЗика. Чтобы тросы не переплелись, решили проехать. Осетинский экипаж. Название автомобиля Пантера. Тоже интересный якорь. Шума зацепился за дерево через коротозащитку. И тогда только выехал. Почему-то якорь не работает в этих грунтах. Всё. Пристегнулись. Поехали. Очень быстро. Молодцы. Сразу позицию отыгрывают. Дима. Местный экипаж. Автомобиль называется Пумба. Нет, здесь никто своим ходом не выскочит. Резина Асилера. Нарезанная. Якорь тоже у него хромированный. Лебедица в чью-то явку. Как закапывается лебедица. Перевернутые колеса, чтобы колья была шире. Неплохо. 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 Хороший темп. Хороший темп. Хороший темп. Местный экипаж. Неплохо. Неплохо. его из туризм лайт едет туризм абсолютно стандартный 1 7 мотор него усиленные привода полуоси пневмоблокировки лебедка golden power но я гордить работает вообще без проблем его как видите не резаная но этому человеку вообще все равно ночь чё такое не работает но сейчас разберется с лебедкой не работает то ли пневмороз пускали подъезжает экипаж гризли полоска краснодарского края выступает в категории туризм вчера даже в него не знал заявляться по сложной траектории она как будто сложнее чем вот здесь по центру также этот экипаж поедет в категорию экстрим на машине шатун есть поддержка экипажа очень быстро выезжает не торопятся меньше минуты тоже занимает и поехали на бешеной скорости врывается экипаж шилка вчера были проблемы с электрикой конкретно с аккумулятором он просто у них развалился выбирают хорошую траекторию не рвут машину сразу лебедка а а заключительный или финальный или даже можно сказать последний кузов у шилки устал так что это последняя гонка для этой машины в следующем сезоне шилку увидим другую экипаж мальбора вчера тоже были технические проблемы у парня это экипаж из новороссийска даже не поднялся видите вроде автомобиля одинаковые проезжают все по-разному с чем это связано никто ответа не знает удача фарт траектория на 5 сантиметров в бок опыт пилота и так далее сразу видно нету пневмороспуска распускается на на кнопки сколько времени до занимает чтобы просто размотать трос без раскрытия пока разматывал подъезжает мощнейший экипаж чиркес а все под нарыли после шилки колья шилки заметьте как одет стурман в эйдерсах в куртке то есть не как налегке в шортах маленький якорь маленькая лопата а какой зацеп два амортизатора вижу по болту по болту наступится как будто граната 24 шлица то есть никакого усиления в 35 шлицов ничего сзади стоит и штехна экипаж газила александр и александр закусила лебедку есть такие проблемы у троса питон мальборо тем временем выезжает а лебедка здесь ребята вертикальная одномоторная гиглипин напомню в категории туризм двигатель менять нельзя то есть у всех автомобилей стоят заводские и это был заключительный экипаж категории туризм второе препятствие тоже не менее жесткая там почти вертикальным подъем и все и после этого препятствия автомобили заезжают в лес и уезжают на длинный длинный перегон прямо до конца трассы и потом уже возвращаются все в обратную сторону первый экипаж прибывает на препятствие это уже почти завершение круга осетинский экипаж пантера и больше никого нету вторым приезжает ахмат также улажен хотя стартовал он по моему седьмым или восьмым по идее в этом месте у него резина должна иметь преимущество а почему-то передок не сработал то ли блокировку не включил может не работает а уазом поменяли траектории там еще подъем им сделали вот это да а 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 и третьим подъезжает нургали а а а а а тут будет сейчас крутой подъем нужно будет выставиться и заехать осетины заехали своим ходом а а а круто вастенько а а а а а вот выставился и заехал хорошая трасса в этом году и и доработали вот и они по верху и потом спускаются туда вот в то озеро мочеговая которая была в том году могильником но в этом году попроще у него большое преимущество весе низовой тиговой мотор родной и все вообще без проблем заезжает ну-ка могу рачку вот это лужа вчера забрала немало кивларовых тросов так удобно это же технические проблемы нет переднего правого привода и оторвался шноркель вот это кстати проблема вот это кстати проблем и так дошел я до песчаного препятствия и только что лопнул трос закрыли легкую траекторию и все сидят в песках тросы лопаются на раз-два удлинители по 50 метров до деревьев нормально так у нас тут шилка годзилла черкес панамера мальбора в ожидании и так панамера выехала а панамера у нас лебедила из-за самое дальнее дерево мальбора занимает траекторию тросы все переплелись все лебедятся в разные направления озеро неглубокое в целом все панамера уезжает черкес почему-то не работает работает а а а а а а а а а Годзилла выходит Выбила в моменте раздатку Не работал передний привод Но все нормально Да, да, да Как работает Вертикальная лебедка То есть мотор здесь редуктор И редуктор крутит И редуктор крутит барабан А когда прямая лебедка То мотор сбоку стоит и прямой вал идет Вот от этого и звук Такой звенящий Так, Черкеска уезжает Годзилле бы тоже освободить траекторию Шилка конкретно прилип в песок Лебедят назад При помощи блока Очень злая траектория И Годзилла продолжает тронуться Так, у вас лебедица при помощи якоря в озеро Зацепился каким-то образом Как он это делает? Что за мощный штурман? И выезжает Вот это да То есть пока нивы тратят лучу времени И куча удлинителей по 50 метров Он при помощи якоря просто достает уазик Мальбора тем самым Ручки не видно? Похоронил Не, если получит А, лента Не, если ручку найдешь Да ручку Ну копать Ахмат тут вообще без лебедки Он сам проезжает А, Ахмат, извините Шумал Резина Смотрю на резину Думал Ахмат Все, мапу, езжать На самом дальнем препятствии Стоит с открытым капотом Экипаж Гризли Сели плотно Здесь говорят родник Здесь всегда сыро Подъезжает Экипаж КБР-07 И это второй, по-моему, их круг Будет лебедка Что у вас, Дэн? Да Опять Или снова Этот треклятый стартер Нивовский Выставляется Выставляется Красавчик Красавчик И сейчас там разворот Спуск и уходит На перегон К тем явам Не работает передний мост Бумбы Порвали, да? Да, перегон Вот здесь Здесь порвали? Да Прыгали, да, наверное? Да вроде нет Ничего не шел А вообще ни звука Ничего не было А хаб какой, да? Блокировки есть? Ну хаб может какой-нибудь Здесь, говорит, на песках и порвались Вот так работают блокировки Рывками На передний кардан Не вижу его А, крутится Крутится передний кардан Полуось Редуктор Морковка Мог фланец на морковке оторваться Мосты у него прямые Спайсера А что? Вы лебеди его прямо туда, не? А, не получится Экипаж Годзилла Будет пробовать максимально заехать Это было необычно Но как-то легко Экипаж Малыш Готовится сразу Сразу лебедиться То ли мало зарядки идет Потому что прогазовывают машину Неспроста И подъезжает еще экипаж Подтраивает машина Подтраивает Подъезжает экипаж Шилка Ну, на полпути заехал Не заводится малыш Заглох Как только начал лебедиться Походу проблема с зарядкой Завелся Как только начал лебедиться Машина сразу Оп, вырубилась Ох О Начало работать колесо Что-то Малыша Раскорячило Во все стороны Простоп Малыша Изв列 Малыша Компон все малыш красавчик пропустил экипаж вот как только начинает лебедиться машина я сейчас стартеру не хватит завел а а а а а а а новая же только ночью поменяли сцепление горит сцепы нету с разгона не пускай рулём чуть попробует ну по чуть-чуть максимально лево нет вот сейчас не заедет надо рывок сделать вот как костя первый раз не так же доехал вот еще разочек надо прям дать ей так у ромы своя траектория мешать не будем пускай едут нет нет вот именно этот момент нужно костя хорошо сделал костя прям прыгнул как будто на 2 так гбр зацепились а там выехала шилка какой мягкий сочек и что делает он так как удлинитель имеет все равно растяжение он тянет 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 он натягивается давление создаёт потом газуть и она выпрыгивает потому что колесами вообще не вариант постоянно крутить это движение вниз к центру земли итак подъезжает удобно и напомню удобно нет переднего правого колеса шноркель по-прежнему у них своя траектория тут уазик накопал конечно не хочешь попробовать по этой тут 2 2 не вы сами заехали я знаю там просто уазик накопал сейчас сидел не он съезжал у парней свой план не будем мешать диски интересные такие и узенькие и на у якорь работает якорь работает поэтому якорь работает а колесо не работает но тем не менее перестал подъезжает ахмат что это не а а но на колесо намотал а 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 он а а а а а не а а а а в а Чуть-чуть, чуть-чуть за трос зацепился. Нет, нет, отпускай. Вот, все. Все, освободились. Как он легко выезжает тут. Как легко. Пацаны с помощью удлинителя тоже. Кипим. Самовар. Чай готов. Что, патрубок? Ремень. Слетает ремень. Под нагрузкой. И машина закипает. Так, Ахмат потихонечку тоже на лебедке выезжает. Опять выбила раздатку. ТОП. ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля там, по-моему, нарды раскинул уже. А, у нас на очередной круг подъезжает Осетинский УАН. На трех колесах тяжело. Почти, почти, чуть-чуть не хватило. Мне кажется, если бы взял правее, мог бы выйти. Ахмат не выехал. А, нет, выехал. Сам выехал на подъем. Багиев, 25. Прикольно, когда люди подходят с таким отношением к спорту, что полностью комплект одежды одинаковый, с фамилиями. Красавцы. Итак, Черкес 07. Сход, что-то с мотором глохнет, троит, тяги нет, не едет. В общем, пришел я в техпарк, ну, точнее, в лагерь. А Мальборо экипаж из Зараевки, Новороссийска, стоит здесь. Так, наверное, Круг и не доехал. Открывает категорию. Кабардинский УАЗ. Шанс был. Шанс был. Категория Спорт. Очень прикольно. Варен, сделан такой прям как весь каркас, но УАЗ читается в этом каркасе. Парни, не торопятся. Трасса сложная, долгая. Поэтому... Сегодня много новых автомобилей. Ну, достаточно. Второй экипаж у нас приезжает удобная. Парни из категории Турин решили себя попробовать и в спорте. Колесо, скорее всего, не починили. Трассу знают. Будут пробовать. Ну-ка, учит. Может, дебютант? Не знаю. Я первый раз вижу эту машину. Ребятка Галда, военные мосты. Закусила. Дебютант в категории Спорт. Абсолютно новопостроенная машина. Два УЗ-В8. Патрол мосты. Коллега Дмитрий. Первая дебютная гонка. Коллега Александр. Отец штурманит. Подсказывает, учит. Я так понимаю, едут сегодня не на результат. Едут просто понять машину. Резина ЦСТ. Удобно выезжает за лебедишью за дерево. Нива Ред. Василий и Олег выбираются. Гидрообъемная рулевая. Везде все на фулинке. Гиглипин. Одномоторный разрешен в спорте. Пневмоблокировки, пневмороспуск. Пневмороспуск. Я думаю, мы сегодня еще посмотрим. Ива убирается. Подъезжает. Попробуй. Давай, 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 давай. Так, парни выезжают. Тоже все не торопясь, потому что первый круг он такой прикаточный. Нужно все прощупать, посмотреть и потом уже топить. Последнее время у парней какие-то технические и постоянно проблемы. То с электрикой. Давай, поехали. Вставай. В этой яме грунт рабочий. В этой яме. Не работает якорь почему-то. Итак, из категории туризм подъезжает у нас УАЗ из Осетии. Все у них хорошо. В туризме ехали хорошо. Связь, связь не работает. Тут выезжает, оказывается, и там, и здесь военные мосты. Как видите, защита на военном мосту от карт-блока. Защищает пневмоцилиндр. Блокировка внутри. Кто желает приобрести их, пройдут комплектующие карт-блоку. Пишите, обращайтесь, на почту звоните. Помогу с приобретением. Еще один осетинский УАЗ своим ходом. По-моему, единственный сегодня, и вообще за эти дни преодолевает, это препятствие. и уходят на вторую яму. Хорош! Мощно, мощно закинул. Передний мост уже хорошо. Какой-то нехороший звук в переднем левом борту. Все, и машины отправляются на перегон. Все, и машины отправляются на перегон. Первым приезжает осетинский УАЗ. Спокойно. Неплохо. Спокойно. Неплохо. Там выходит от жара. Ох, сел. Так, у Васи, походу, что-то со сцеплением. Очень сильно перегазовывает. Чуть-чуть поменяли ленточку. Там, получается, колышек один был. И все начали тут проезжать. По-легкому. Так, вон верика, как будто связь тоже гарнитура не работает между шлемами. Далее. Вcanlah. Ванна. Продолжение следует... 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 за нами где-то земляки у него рама из алюминия да наверно легкая так удобно и раскинула удлинитель к дереву будут пытаться отъехать от верика потому что тут полное переплетение нивы аки лаза всего остального то что колесо в колесо упирается инверик назад сдать не может потому что у него как якорем слить него и него вперед не может так будем смотреть что из этого получится ух ты ух ты трюкачи проводка да я заглушиваю пахнет паленой проводкой огнетушитель же и до 100 ты бы отъехал ты прям тебя акаф тебя упирается вам было а ну да ака назад будет лебедица чё каратит опускается же вниз опусти может вопрос пахнет невкусно и да ну не все-таки чё так зажигание на какой-нибудь да или чё ты тронул так отключили вообще питание от машины сейчас попробую заизолировать какой-то проводок на что только непонятно и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чисто на мощности зашел... Я не знаю, как собран этот УАЗ... У него рама, кузов, мосты военные, колеса вроде обычные, но едет он... Просто идеально! По этой сложной трассе... Такое ощущение, что у него очень мало веса... Вася, молодец! Но здесь у него мало шансов, здесь большая колея... Очень большая колея... Ну да, вот только колею в твердую попадает, все, сразу... Накопали... Накопали... Я уже говорил, напомню... Штурман Олег, он же пилот Симбы... Ниву Симбы уже поставили на зимовку на межсезонье... Поэтому Олег штурманит Василия... У них хорошо получился тандем... Они уже занимали первое место... Ну, вот просто висит... Плюс этой машины, что она легкая... Надежная... Но минус то, что... Она вот... Имеет маленький просвет... Имеются проблемы с холостыми... Слышу, Вася подгазовывает постоянно... ЦЗНЫМ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕСПАДОРОХ НЕМОНИТ attachments Наработала, опять я пришла Ну что, сейчас в экстриме, вы, давайте, давайте Выкстрим Красавцы, на... На позитиве Без блокировки заезжал, не сработало колесо и все, из-за этого потянуло его влево Попробую, работает ли якорь А держит, а держит якорь На автомате, что хорошо, что не нужно постоянно клочевать сцепление Он просто на одном газу, спокойно, начинает зарываться Начинает копать, но так как песок мягенький Отлично Очень хорошо Хорошо Правильная траектория выставления, это залог успеха И сейчас вот с самого уголка Ооо! А! Переключился 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 на вторую Сань, вы как будто на повышенной слышали автомат да он вот здесь от разгонялся и вот здесь включил вторую передачу и сразу ну что вот такая вот выдалась категория спорт трасса длинная очень много препятствий пытаясь найти автомобили многое конечно пропускаю но хочу максимально показать все препятствия категории extreme скорее всего будет ехать уже сегодня тоже по темноте поэтому на песок идти не буду снимать те ямки ну тут уже траекторию знают вася как всегда сцепление не бережет чуть-чуть с холеи слетела и у все хрустит правый привод но так может хрустеть очень долго подраскопали конечно тут ямку и глубина уже значительно больше мощно-мощно-мощно а на тягу на тоненького прям тух 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 и прошел я думал в моменте присядет но нет я тут это велика нашел он велика что-то задний подруливаемый мост стал оторвало клюшку оторвало клюшку вот так вот окунь закончил этот сезон тех сходом не везло в этом году на велику не везло стой 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 еще еще ну вот и все что задние колеса не это вывесилось просто он ходит же на как это да да назад подожди это в целях воспитания ли чё титан пират ангел так непривычно его называть крабом вообще изжога, потом краб, крабовая изжога и так далее и барбос 5, а, и шатун 5 экипажа на сегодня а, и 6, и Паджеро только теперь в руле Александр Коляга, штурманить его будет бойцевский Александр едет вот по-моему как-то типа Вульф, не Вульф, как-то так его называют тут после категории организовали помывочную, пацаны сразу машины моют, что вонит грязь не засохла осетинский УАЗ хорошо ехал но, к сожалению, из-за технических проблем заклинил генератор, сошел и так, Титан приезжает первый у нас к первому препятствию сегодня у Нальбия оркестр Артур очень опытный штурман в СКФУ, много где никого штурманит сегодня он на Титан чуть-чуть буквально нужно было сантиметр подтянуться и все и поехал так я, если честно, впервые вижу эту машину в деле прототип Шатун сделан на базе Чироки мотор Чироки мосты Чироки пневмоблокировки Дэн, Дэн, Дэн вертикальная двухмоторная лебедка тяжелая машина но Дэн справляется чуть-чуть тоже подлебедил гидрообъемная нет, не выскочил там на Льбий мне кажется там шансов тоже нету подъезжает Паджеро эх, на раздаточку чуть-чуть подсел были бы обороты возможно и выскочил бы но пока пока что имеет будут парой занизит будут тоже буквально чуть-чуть сорвался с раздатки и сам выскочил а вот здесь господа делаем ставки выскочит или не выскочит пират своим ходом я думаю шанс есть подъезжает к нам экипаж из Астрахани просвета достаточно бортовые имеются мощность есть легко просто легко красава барбос военные центра бортовые бортовые это 40 мотор 409 УАЗ пневмоблокировки хардборд хорош 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 молодцы неожиданно я не знаю то ли барбос одел новые колеса я даже дойти не успел он уже выехал итак у нас на второй круг первыми заезжают прототип ангел из Астрахани и пират и у них прям борьба а пират не выехал нет вешка вешка вешку вешку забил экипаж пират ребятица почему-то опять не работает пневма спереди крутит только одно колесо но свободный дифф получается поэтому такие проблемки отец четко третьим первый круг заканчивает у нас на Альбии Титан Про котлета сделана из шеви Нивы приезжает Шатун и сразу заезжает на эвакуатор то есть он уже вне трассы то есть у нас минус один экипаж нет не зацепился попытка номер два сам сам выехал со второй попытки поменял траекторию почти побоялся ленточку сбить и вырулил хорошо прошел хорошо прошел завершает завершает круг барбос отлично темп сегодня очень хорошо по очень тяжелой траектории по очень тяжелой траектории проезжает астраханский экипаж и уезжает на подъем на горку слайд бодом барбос проходит А к концу гонки, возможно, тут уже будут лебедки. В очень тяжелую траекторию заехал Александр. Прямые мосты, надо как будто за дерево. Колесо полностью ушло в грязь и висит на мосту. Идет, 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 идет. О, началось движение. Саня, ну за дерево надо, ты что не понимаешь? Санек, Санек, а если через дорогу вот туда, с той стороны? Вон бугор. Дай шанс. Ай, послушай меня. Спокойно, спокойно. Все нормально. Да. Это было интересненько. Так, у нас тут проезжает Титан и у Титана поломка. Тут барбос. Лопнул верхний рычаг, который был экспериментальный, сваренный. Санек. Поэтому прыгать особо нельзя. Видите, как колесо встает. Санек. 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 Ай, санек. Санек. О, если кто-то идет, я не знаю! Ай, вот их короткий. Иди сюда, как. Ай, как? Как, нет! Ай! вот в таком положении сидит александр колесо то ли что-то пшикнуло колесо порезал вот здесь должен быть рычаг а он согнула упала полностью сложила туда ты ударился где-то но его как будто вот согнула вот туда вовнутрь да да я хорошо прошел обе я выписки все там на горку тоже сам поднимался на тур получается колесо держится только за того что колесо упирается в стойку амортизатора ну каловера почему колесо все время надо в напряжении держать все нормально саня ну за дерево ёпта это это перчик астраханский да да А вчера тут Илюха проезжал своим ходом, помните? И Давид почти проскочил. И тут было почти на метр мельче. Вот так вот грунт меняется. Вот так вот. Так, ну что ж, встречаем, встречаем перчиков. Они же ангелы, да. Ребята из прошлого, они так работают, что идти. Опа, это что такое? Да. Альбек, Альбек, скажи на камеру, родной, пожалуйста. Лучше штурманом быть, чем бегать. Зрителям, да, помогать? Вот, вот. А ты это переживаешь, бегаешь. Да, я вчера вот туда и сюда, туда и сюда и еще раз. Несколько, 20 километров прошел. И сегодня, наверное, километров 12. И все. И все. Буквально подлебедил, ну, сантиметров на 15, если честно. Вообще чуть-чуть ему не хватает выскочить. Подъезжает экипаж Барбос с пустым правым передним колесом. Едут потихоньку, лебедятся. Но сегодня он ехал хорошо. Он сегодня прям очень хорошо ехал. Он раньше ездил на тракторах. И как-то не получалось. А сейчас я делал трипадоры. И машина поехала. Прям сегодня он достойно выскочил. Из первых двух там первый круг хорошо прошел, второй. Ну, вот если бы не ситуация такая... Ну, вот если бы не ситуация такая... Хочешь, давай слева, как обычно. Да не надо, глаза закрой и ехать. Отличный совет от штурмана. Ой-ой-ой-ой, это прям на успех похоже. А, чуть-чуть. Чуть-чуть. Не хватило. Но это было хорошо. Пошел? Нет. Нет. Не пошел? Нет. Тащи, тащен. Закусывает. Закусывает. Тут крутой подъем. Понятное дело, что Барбос не поднимется сам. Наверное. Шансов нет. И сейчас может неплохо притормозить он перчика. Ну, так мы назвали. Потому что это экипаж... А, пропускает. Пропускает. Молодцы. Ой, как хорошо. Молодец. Главное, не скатиться. Неплохо, неплохо. Слушай. Ну, я впечатлен, но Барбос сегодня едет просто феноменально. Даже на трех колесах. Был бы на четырех, это была бы Тумба. Да, мне кажется, и сейчас Тумба. Третье место. Да, третье место точно. Потому что у него пират. Тепират, да, 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 да. Хорошо, хорошо. Но вот такое место пройти... А, это у нас подъезжает экипаж Титан. С поломанным рычагом. Идут немножко медленнее, чем Барбос. Но едут. Получается, уже больше круга проехали с такой поломкой. Да, 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 да. плевать по какой траектории на трех колесах на 2 пока здесь разматывают лебедку пролетает автомобиль Пират. Где-то он отстал. Где-то он отстал. Мощно, мощно. Но сейчас лишь бы трос будет пересекать всю траекторию. Сейчас будет спускаться пират. Вон он едет по лесу. Опасно. Хорошая быстрая лебедка у Нальбия. Помогает периодически себе якорем. Чуть-чуть до конца не доехал. Сел на мосты. Не получается зацепить якорь. Надо чуть дальше. Пират не торопится. Видимо, понимает, что второе место ему уже не отбить первое. И не торопится. Здесь надо ходом ехать. Потому что нужна инерция. Зацепился Титан. Траектория открылась. Чуть-чуть... Чуть-чуть... Успел. Время... Час пятьдесят четыре. Вот и закончился седьмой финальный этап чемпионата Краснодарского края по трофи-спринту. И закончился сезон. Это был мощный сезон. Очень насыщенный с разными трассами, приключениями, переворотами, событиями и так далее. Это было круто. Рад был видеть новых участников, новые проекты, машины. Было круто. Всем спасибо, что смотрели, поддерживали, наблюдали, следили, комментировали. Это очень мотивирует за обратную связь. То, что подходите, напоминаю, на всех этапах. Респектуйтесь, здоровьтесь. Это очень круто. В общем, все. Буду собираться. Для меня этот этап прошел крайне положительно. То, что я весь чистый. Это очень удивительно. Я обычно грязный. Куда-то попадаю под брызги и грязь и так далее. Но как-то обошлось. Собственно, чему я очень рад. В общем, глядя на мой красный нос, понимаете, что стемнело, похолодало. Напомню, конец октября. Все-таки уже не июнь месяц. Так что, ребятки, все. Рад был всех видеть, слышать, наблюдать, читать. Теперь только лес. Подготовка к лесу, выезды. Ну, еще что-нибудь, может, придумаем. В общем, всем удачи. Пока. Не забывайте подписаться, прожать лайкосик. Потому что что-то будет интересно еще по-любому. Всех обнял.